Подали заявление через госуслуги и через два дня получили путёвку. Артёму, третьему ребёнку в семье Пелевиных, нет ещё и полутора лет, а повезло ему больше остальных. Очень хорошо влился в коллектив, но пока на данный момент не большие группы. Воспитательницы очень хорошие попались у нас. То есть ребёнок тоже заходит в садик и сразу же бежит. Говорит ещё плохо на данный момент, но уже говорит «мама, мама» к воспитательнице, обнимает её. Стройка шла полтора года с весны 2019-го по программе «Демография» на средства федерального и республиканского бюджетов и софинансирование Сарапульского района. Открылись ясли в марте ровно на неделю. Из-за пандемии новоселье пришлось отложить. До недавнего времени на территории муниципального образования Сигаевска была очередь в дошкольное учреждение 80 человек. Это возраст ребятишек от года до трёх лет. В связи как раз с вводом в эксплуатацию данного учреждения вот эта очередь у нас аннулирована, чему я очень рад. У нас сегодня на обед борщ, каша гречневая, подлив, чай и котлеты рыбные. Теперь в сказке четыре группы по 20 человек. Путёвки получили 60 малышей до трёх лет. Работают 25 человек персонала. Со стажем и совсем молодые. Ирина Копанева в этом году закончила Сарапульский педагогический колледж. Специализация – дети ясельного возраста. Где-то нужно покачать на ручках, где-то мы находим интересные игрушки, где-то песенки поём, стишки рассказываем, книжки читаем. Детям нравится, когда в ладушки играешь, с ними песенки поёшь. Они отвлекаются уже, потом уже вместе играем. Обнимашечки. Это обязательно, да. Особенно перед сном. Сказка выросла в новом микрорайоне Нагорный. И не случайно. Здесь вводят в оборот неиспользуемые земли. Уже сформировали 63 земельных участка, в том числе для льготных категорий – молодых семей и специалистов. Провели газ. Построили детский сад. А в 2023-м возьмутся за возведение школы. Елена Керн, Юрий Егоров. Новости.